Этим видео с нами поделились жители этого дома, что находится по адресу Паровозная 62. Мы находимся в четвертом подъезде на девятом этаже, где и были засняты эти кадры. Как говорят местные жители, такие наводнения здесь происходят с 2011 года. По словам жильцов, постоянно забивается ливневка только в четвертом подъезде. Говорят, что ЖО-24 заявки или игнорирует, или приезжает с большим опозданием, заверяя, что материалов для пробития ливневки у них нет. Когда же свою работу выполняют, проблема вскоре возникает вновь. В жилищную инспекцию обращались, они даже ответ прислали. Постановление, чтобы ЖО надлежащим образом обращала внимание на ливневки, проверяла их, но в принципе не исполняется, ЖО не исполняет свои обязанности. Течет не только в подъезде, страдают и квартиры верхних этажей. Заливает коридор, тамбур и кладовую. Льется как с ведра, во все щели. Залило, коротнуло, все. Теперь я не могу включить свет, потому что я не знаю, что там. Когда там просохнет, в общем-то, я этого боюсь. Когда ливень, жители последних этажей дружно берут веники и стараются убрать воду от квартир. Чтобы не заливало дома, экспериментируют. Вот здесь, видите дырочка? Вон она дырочка. И теперь у меня постоянно стоит здесь чашка. И стоит вот, то есть я куда-то отхожу или что-то там, я вот здесь ставлю обязательно. Пойдет дождь, не пойдет дождь. То есть для того, чтобы текла вот сюда вода. Спустя много лет на ремонту крыши быть. Жители подрядчика хвалят. Говорят, заменил ливневку нужного размером, забетонировал. Однако, как говорят местные, из-за дырявых труб вода образуется и в подвале. Сотрудник ЖЭО-24 сказал нам обращаться в первую городскую УК. По телефону нам отвечать не торопились. Сказали лишь одно. Есть подозрение на наличие грунтовых вод под домом. Но как это влияет на сгнившие трубы, ответа не получили. После ремонта крыши местные поделились, что подъезд больше не заливает. Однако рассказывают, что засор есть в подвале, потому что течет вода по перекрытиям. ЖЭО обвиняет в этом подрядчиком, жители его защищают. Ведь внутренняя ливневая канализация относится к общему имуществу у собственников. А ответственность за надлежащее задержание несет управляющая домом организация. Жителям остается только надеяться, что она найдет материалы и время, чтобы устранить все неполадки. Степания Басрева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.